Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразл-Дружковский Глава 14 Краткое содержание Тарайка – вольные поселенцы, их неудачи, айно – границы их распространения, численный состав, наружность, пища, одежда, жилища, их нравы. Японцы – кусун котан – японское консульство. В местности, которая называется Тарайкою, на одном из самых южных притоков Параная, впадающего в залив Терпения, находится селение Сиска. Вся Тарайка причисляется к Южному округу, разумеется, с большой натяжкой, так как от Ния до Корсаковска будет верст 400, и климат здесь отвратительный, хуже, чем в Дое. Тот проектированный округ, о котором я говорил в 10 главе, будет называться Тарайкинским, и в него войдут все поселения по Паранаю, в том числе и Сиска. Пока же здесь селят южан. В казенной ведомости показано жителей только семеро – шестеро мужчин и одна женщина. В Сиске я не был, но вот выдержка из чужого дневника. Как селение, так и местность самая безотрадная. Прежде всего, отсутствие хорошей воды, дров. Жители пользуются из колодцев, в которых во время дождей вода красная, тундровая. Берег, где расположено селение песчаный, вокруг везде тундра. В общем, вся местность производит тяжелое, удручающее впечатление. Селение стоит на перепутье, едущие зимою из Александровска в Корсаковск или наоборот, непременно останавливаются здесь. В 1869 году, около теперешнего, тогда японского, селения был построен станок. Жили здесь солдаты с женами, а позднее – исцельные. В течение зимы, весны и конца лета тут кипела бойкая ярмарочная жизнь. Зимою наезжали сюда тунгусы, якуты, амурские геляки, которые вели торговлю с южанами и народцами. А весною и в конце лета на джонках приходили японцы для рыбных промыслов. Название станка «Тихменевский пост» сохранилось и до настоящего времени. Теперь, чтобы покончить с Южным Сахалином, остается мне сказать несколько слов еще о тех людях, которые жили когда-либо здесь и теперь живут независимо от ссыльной колонии. Начну с попыток к вольной колонизации. В 1868 году одной из канцелярий Восточной Сибири было решено поселить на юге Сахалина до 25 семейств. При этом имелись в виду крестьяне свободного состояния, переселенцы, уже селившиеся по Амуру, но так неудачно, что устройство их поселений один из авторов называет плачевным, а их самих – горемыками. Это были хохлы, уроженцы Черниговской губернии, которые раньше, до прихода на Амур, уже селились в Тобольской губернии, но тоже неудачно. Администрация, предлагавшая им переселиться на Сахалин, давала обещания высшей степени заманчивые. Обещали безвозмездно в течение двух лет довольствовать их мукой и крупой, снабдить каждую семью взаимообразно земледельческими орудиями, скотом, семенами и деньгами, с уплатой долго через пять лет и освободить их на 20 лет от податей и рекрутской повинности. Переселиться изъявили желание 10 амурских семейств и, кроме того, 11 семейств из Балаганского уезда Иркутской губернии, всего 101 душа. В 1869 году, в августе, их отправили на транспорте Манджур в Муравьевский пост, чтобы отсюда перевезти вокруг Анивского мыса Охотским морем в пост Найбучи, от которого до Такойской долины, где предполагалось положить начало вольной колонии, было только 30 верст. Но наступила уже осень, свободного судна не было, и тот же Манджур доставил их вместе с их скарбом в Корсаковский пост, откуда они рассчитывали пробраться в Такойскую долину сухим путем. Дороги тогда не было вовсе. Прапорщик Дьяконов, по выражениям Митсуля, двинулся с 15 рядовыми делать неширокую просеку. Но двигался он, вероятно, очень медленно, потому что 17 семейств не стали дожидаться окончания просеки и отправились в Такойскую долину прямо через тайгу на вьючных валах и телегах. На пути выпал глубокий снег, и они должны были часть телег бросить, а часть положить на полозье. Прибывшие в долину 20 ноября, они немедленно стали строить себе бараки и землянки, чтобы укрыться от холода. За неделю до Рождества пришли остальные шесть семейств, но поместиться им было негде, строиться поздно, и они отправились искать пристанище в Найбучи, оттуда в Кусунайский пост, где и перезимовали в солдатских казармах. Весной уже вернулись в Такойскую долину. «Но тут-то и начала сказываться вся неряшливость и неумелость чиновничества», пишет один из авторов. «Обещали разных хозяйственных предметов на тысячу рублей и по четыре головы разного скота на каждую семью. Но когда отправляли переселенцев на Маньчжури из Николаевска, то не было ни жерновов, ни рабочих валов, лошадям не нашлось места на судне, и сохи оказались без сошников». Зимой сошники были привезены на собаках, но только девять штук. И когда впоследствии переселенцы обратились к начальству за сошниками, то просьба их не обратила на себя должного внимания. Быков прислали осенью 1869 года в Кусунай, но изнуренных, полуживых, и в Кусунай вовсе не было заготовлено сено. И из 41 околело за зиму 25 быков. Лошади остались зимовать в Николаевске, но так как кормы были дороги, то их продали с аукционом, и на вырученные деньги купили новых в Забайкалье, но эти лошади оказались хуже прежних, и крестьяне забраковали нескольких. Семена отличались дурною всхожестью, яровая рожь была перемешана в мешках с озимою, так что хозяева потеряли скоро к семенам всякое доверие, хотя и брали их из казны, но скармливали скоту или съедали сами. Так как жерновов не было, то зерен не мололи, а только запаривали их и ели как кашу. После ряда неурожаев в 1875 году случилось наводнение, которое окончательно отняло у переселенцев охоту заниматься на Сахалине сельским хозяйством. Стали опять переселяться. На берегу Анивы, почти на полдороги от Корсаковского поста к Муравьевскому, в так называемой Чибисании, образовался выселок в 20 дворов. Потом стали просить позволения переселиться в южно-уссурийский край. Ожидали они разрешения как особой милости с нетерпением 10 лет, а пока кормились охотой на соболя и рыбной ловлей. Только лишь в 1886 году они отбыли в уссурийский край. «Дома свои бросают», — пишет корреспондент. «Едут с весьма тощими карманами, берут кое-какой скарб да по одной лошади». Журнал «Владь-Восток», 1886 год, номер 22. В настоящее время между селениями Большое и Малое такое, несколько в стороне от дороги, находится пожарище. Тут стояло когда-то вольное селение Воскресенское. Избы, оставленные хозяевами, были сожжены бродягами. В Чебесане же, говорят, до сих пор еще сохранились в целости избы, часовня и даже дом, в котором помещалась школа. Я там не был. Из вольных поселенцев осталось на острове только трое. Хомутов, о котором я уже упоминал, и две женщины, родившиеся в Чебесане. Про Хомутова говорят, что он шатается где-то и живет, кажется, в Муравьевском посту. Его редко видит. Он охотится на соболей и ловит в бухте бусы осетров. Что касается женщин, то одна из них, Софья, замужем за крестьянином из сынных Барановским, и живет в Митсульке. Другая, Анисья, за поселенцем Леоновым, живет в Третьей Паде. Хомутов скоро умрет. Софья и Анисья уедут с мужьями на материк, и таким образом о вольных поселенцах скоро останется одно только воспоминание. Итак, вольную колонизацию на юге Сахалина следует признать неудавшуюся. Виноваты ли в этом естественные условия, которые на первых же порах встретили крестьян так сурово и недружелюбно, или же все дело испортили неумелость и неряшливость чиновников, решить трудно, так как опыт был непродолжительный, и к тому же еще приходилось производить эксперимент над людьми, по-видимому, неусидчивыми, приобревшими в своих долгих скитаниях по Сибири вкус к кочевой жизни. Трудно сказать, к чему бы привел опыт, если бы он был повторен. Этот опыт касается одного только Сахалина. Между тем, Дмитрий Германович Тальберг в своем очерке «Ссылка на Сахалин», помещенном в Вестнике Европы 1879 года, номере пятом, придает ему общее значение, и говоря по поводу его вообще о нашей неспособности к колонизации, приходит даже к такому выводу. «Не пора ли нам отказаться от всяких колонизационных попыток на восток?» В своем примечании к статье профессора Тальберга редакция «Вестника Европы» говорит, что «мы едва ли найдем другой пример колонизаторских способностей, какие представил русский народ в своем прошедшем, когда он овладевал всем Европейским Востоком и Сибирью». И при этом почтенная редакция ссылается на труд покойного профессора Ешевского, который представил изумительную картину русской колонизации. В 1869 году некий промышленник привез на юг Сахалина с острова Кадьяка 20 алеутов обоего пола для охоты на зверя. Их поселили около Муравьевского поста и выдавали им провизию. Но они ровно ничего не делали, а только ели и пили, и через год промышленник увез их на один из Курильских островов. Приблизительно в то же самое время в Корсаковском посту поселили двух китайцев, политических изгнанников. Так как они выразили желание заниматься сельским хозяйством, то генерал-губернатор Восточной Сибири приказал выдать каждому из них шесть быков, лошадь, корову, семена для посева и продовольствия на два года. Но ничего этого они не получили. По неимению, будто бы свободных запасов, и в конце концов их отправили на материк. К вольным колонизаторам, тоже неудачным, пожалуй, можно отнести также и николаевского мещанина Семенова, маленького, тощенького человека лет сорока, который бродит в настоящее время по всему югу и старается отыскать золото. Собственно, для ссыльной колонии неудавшийся опыт пока может быть поучителен в двух отношениях. Во-первых, вольные поселенцы сельским хозяйством занимались недолго и в последние десять лет до переезда на материк промышляли только рыбную ловлю и охотой. И в настоящее время хомутов, несмотря на свой преклонный возраст, находит для себя более подходящим и выгодным ловить осетров и стрелять соболей, чем сеять пшеницу и сажать капусту. Во-вторых, удержать на юге Сахалина свободного человека, когда ему изо дня в день толкуют, что только в двух днях пути от Корсаковска находится теплый и богатый южно-уссурийский край, удержать свободного человека, если к тому же он здоров и полон жизни, невозможно. Коренное население южного Сахалина, здешние инородцы, на вопрос, кто они не называют ни племени, ни нации, а отвечают просто «Айно». Это значит «человек». В этнографической карте Шренко площадь распространения «Айно» или «Айну» обозначена желтой краской, и эта краска сплошь покрывает японский остров Мацмай и южную часть Сахалина до залива терпения. Живут они также еще на Курильских островах и называются поэтому у русских «Курилами». Численный состав «Айно», живущих на Сахалине, не определен точно, но не подлежит сомнению все-таки, что племя это исчезает, и при том с необыкновенной и быстротой. Врач Добротворский, 25 лет назад служивший на Южном Сахалине, после него остались две серьезные работы. «Южная часть острова Сахалина», извлечение из военно-медицинского отчета, издание Сибирского отделения Императорского русского географического общества 1870 года, том 1, номера 2 и 3, и «Айнско-русский словарь». Врач Добротворский говорит, что было время, когда около одной лишь бухты Буссы было восемь больших айнских селений, и число жителей в одном из них доходило до двухсот. Около Найбы он видел следы многих селений. Для своего времени он гадательно приводит три цифры, взятые из разных источников, две тысячи восемьсот восемьдесят пять, две тысячи четыреста восемнадцать, две тысячи пятьдесят, и последнюю считает наиболее достоверной. По свидетельству одного автора, его современника, от Корсаковского поста в обе стороны по берегу шли айнские селения. Я же около поста не застал уже ни одного селения, и видел несколько айнских юрт, только около Большого Такоэ и Сианцы. В ведомости о числе проживающих инородцев за 1889 год по Корсаковскому округу численный состав айна определяется так 581 мужчин и 509 женщин. Причинами исчезания айна добротворский считает опустошительные войны, будто бы происходившие когда-то на Сахалине, незначительную рождаемость вследствие неплодовитости айнок, а главное – болезни. У них всегда наблюдались сифилис, цинга, бывало, вероятно, и оспа. Трудно предположить, чтобы эта болезнь, производившая опустошение на Северном Сахалине и Курильских островах, щадила бы Южный Сахалин. Александр Семенович Полонский пишет, что юрту, в которой случился покойник, айно оставляют и вместо нея строят другую на новом месте. Такой обычай, очевидно, произошел в те времена, когда айно в страхе перед эпидемиями покидали свои зараженные жилища и селились на новых местах. Но все эти причины, обусловливающие обыкновенно хроническое вымирание инородцев, не дают объяснения, почему айно исчезают так быстро, почти на наших глазах. Ведь в последние 25-30 лет не было ни войн, ни значительных эпидемий, а между тем, в этот промежуток времени племя уменьшилось больше, чем наполовину. Мне кажется, вернее будет предположить, что это быстрое исчезание, похожее на таяние, происходит не от одного вымирания, но также и от переселения айно на соседние острова. До занятия Южного Сахалина русскими айно находились у японцев почти в крепостной зависимости, и поработить их было тем легче, что они кротки, безответны, а главное, были голодны и не могли обходиться без рису. Римскому Корсакову айно говорили. Сизам спит, а айно работает для него, рубит лес, ловит рыбу, айно не хочет работать, сизам его колотит. Занявшие Южные Сахалины, русские освободили их и до последнего времени охраняли их свободу, защищая от обид и избегая вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Беглые каторжники в 1884 году перерезали несколько айнских семейств. Рассказывают также, будто бы высечен розгами какой-то айнец-каюр, который отказывался вести почту, и бывали покушения на целомудрие айнок, но о подобного рода притеснениях и обидах говорят как об отдельных и высшей степени редких случаях. К сожалению, русские вместе со свободой не принесли рису. С уходом японцев никто уже не ловил рыбы, заработки прекратились и айну стали испытывать голод. Кормиться, подобно гелякам, одной рыбой и мясом они уже не могли. Нужен был рис, и вот, несмотря на свое нерасположение к японцам, побуждаемые голодом начали они, как говорят, выселяться на Мацмайи. В одной корреспонденции в издании «Голос» 1876 года, номере 16, я прочел, будто бы депутация от Айна приходила в Корсаковский пост и просила дать работы или, по крайней мере, семян для разводки картофеля, научить их возделывать под картофель землю. В работе, будто было бы отказано, и семена картофеля обещали прислать, но обещания не исполнили, и Айну, бедствуя, продолжали переселяться на Мацмайи. В другой корреспонденции, относящейся к 1885 году во Владивостоке, номер 28, говорится тоже, что Айна делали какие-то заявления, которые, по-видимому, не были уважены, и что они сильно желают выбраться с Сахалина на Мацмай. Айно смуглы, как цыгане. У них большие окладистые бороды, усы и черные волосы, густые и жесткие. Глаза у них темные, выразительные, кроткие. Росты они среднего и сложение крепкого, коренастого. Черты лица крупны, грубоваты, но в них, по выражению моряка, воина Андреевича, римского Корсакова, нет ни монгольской приплющины, ни китайского узкоглазия. Находят, что бородатые Айно очень похожи на русских мужиков. В самом деле, когда Айно надевает свой халат, вроде нашей чуйки, и подпоясывается, то становится похожим на купеческого кучера. В книге Шренко, о которой я уже говорил, есть таблица с изображением Айно. Смотри также книгу Гельвальда «Естественная история племен и народа» в том второй, где Айно изображен во весь рост в халате. Тело Айно покрыто темными волосами, которые на груди иногда растут густо, пучками, но до мохнатости еще далеко. Между тем, борода и волосатость, составляющие такую редкость у дикарей, поражали путешественников, которые по возвращении домой описывали Айно как мохнатых. И наши казаки, в прошлом столетии бравшие с них Ясак на Курильских островах, тоже называли их мохнатыми. Айно живут в близком соседстве с народами, у которых растительность на лице отличается скудостью, и не мудрено поэтому, что их широкие бороды ставят этнографов в немалые затруднения. Наука до сих пор еще не отыскала для Айно настоящего места в расовой системе. Айно относит то к монгольскому, то к кавказскому племени. Один англичанин нашел даже, что это потомки евреев, заброшенных во времена Оны на японские острова. В настоящее время наиболее вероятными представляются два мнения. Одно, что Айно принадлежат к особой расе, населявшей некогда все восточно-азиатские острова. Другое же, принадлежащее нашему Шеренку, что это народ пале-азиатский, изданно вытесненный монгольскими племенами с материка Азии на его островную окраину, и что путь этого народа из Азии на острова лежал через Корею. Во всяком случае, Айно двигались с юга на север из тепла в холод, меняя постоянно лучшие условия на худшие. Они не воинственны, не терпят насилия, покорять, порабощать или вытеснять их было нетрудно. Из Азии их вытеснили монголы, из Ниппона и Мацмая японцы. На Сахалине геляки не пустили их выше Тарайки, на Курильских островах они встретились с казаками и таким образом в конце концов очутились в положении безвыходном. В настоящее время Айно обыкновенно без шапки, босой и в портах подсученных вышек колен. Встречаясь с вами по дороге, делает вам реверанс и при этом взглядывает ласково, но грустно и болезненно, как неудачник и как будто хочет извиниться, что борода у него выросла большая, а он все еще не сделал себе карьеры. Подробности об Айно смотри у Ширенко, Добротворского и Александра Семеновича Полонского. Исследование Александра Полонского «Курилы» напечатано в записках Императорского Русского Географического Общества 1871 года, том 4. То, что было сказано о пище и одежде у геляков, относится и к Айно, с той лишь прибавкой, что недостаток риса, любовь к которому Айно унаследовали от прадедов, живших когда-то на Южных островах, составляет для них серьезное лишение, русского хлеба они не любят. Пища у них отличается большим разнообразием, чем у геляков. Кроме мяса и рыбы, они едят разные растения, моллюсков и то, что итальянские нищие называют вообще «фрутти димары». Едят они понемногу, но часто, почти каждый час. Прожорливости, свойственной всем северным дикарям, у них не замечается. Так как грудным детям приходится с молока переходить прямо на рыбу и китовый жир, то их отнимают от груди поздно. Римский Корсаков видел, как Айнку сосал ребенок лет трех, который отлично уже двигался сам и даже имел на ременном поясе ножик, как большой. На одежде и жилищах чувствуется сильное влияние юга, не сахалинского, а настоящего юга. Летом Айна ходит в рубахах, сотканных из травы или луба, и раньше, когда были не так бедны, носили шелковые халаты. Шапок они не носят, лето и всю осень до снега ходят босиком. В юртах у них дымно и смрадно, но все-таки гораздо светлее, опрятнее, так сказать, культурнее, чем у геляков. Около юрт обыкновенно стоят сушильни с рыбой, распространяющей далеко вокруг промозглый удушливый запах. Воют и грызутся собаки. Тут же иногда можно увидеть небольшой сруб, клетку, в котором сидит молодой медведь. Его убьют и съедят зимой на так называемом медвежьем празднике. Я видел однажды утром, как айнская девочка-подросток кормила медведя, просовывая ему на лопаточке сушеную рыбу, смоченную в воде. Сами юрты сложены из накатника и тесу. Крыша из тонких жердей покрыта сухой травой. Внутри у стен тянутся нары, выше их полки с разной утварью. Тут кроме шкур, пузырей с жиром, сетей, посуды и прочего вы найдете корзины, циновки и даже музыкальный инструмент. На наре обыкновенно сидит хозяин и не переставая курит трубочку. Если вы задаете ему вопросы, то отвечает неохотно и коротко, хотя и вежливо. Посреди юрты стоит очаг, на котором горят дрова. Дым уходит через отверстие в крыше. Над огнем висит на крюке большой черный котел. В нем кипит уха, серая, пенистая, которую, я думаю, европеец не стал бы есть ни за какие деньги. Около котла сидят чудовища. Насколько солидный и благообразный айнам мужчины, настолько непривлекательны их жены и матери. Наружность айнских женщин авторы называют безобразной и даже отвратительной. Цвет смугло-желтый, пергаментный, глаза узкие, черты крупные, невьющиеся, жесткие волосы висят через лицо патлами, точно солома на старом сарае, платье неопрятные, безобразные и при всем том необыкновенная худощавость и старческое выражение. Замужние красят себе губы во что-то синее и от этого лица их совершенно утрачивают образ и подобие человеческие. И когда мне приходилось видеть их и наблюдать ту серьезность, почти суровость, с какой они мешают ложками в котлах и снимают грязную пену, то мне казалось, что я вижу настоящих ведьм. Но девочки и девушки не производят такого отталкивающего впечатления. Николай Вильгельмович Буссе, редко отзывавшийся о кому-нибудь милостиво, между прочим, так аттестует Айнак. Вечером пришел ко мне пьяный Айн, известный мне как большой пьяница. Он привел с собой свою жену и сколько я мог понять с целью пожертвовать верностью ее супружескому лужу и тем выманить у меня хорошие подарки. Айнка, довольно красивая собой, казалось, готова была помочь своему мужу, но я подавал вид, что я не понимаю их объяснений. Выйдя из дома моего, муж и жена без церемония перед моим окошком и в веду часового отдали долг к природе. Вообще, Айнка это не показывало большого женского стыда. Груди ее почти не были закрыты ничем. Айнки носят такое же платье, как и мужчины, то есть несколько распашных коротких халатов, низко перепоясанных кушаком. Рубашек и нижнего платья они не имеют, и потому малейший беспорядок в их платье выказывает все скрытые прелести. Но даже и этот суровый автор признается, что между молодыми девушками были некоторые довольно хорошенькие, с приятными и мягкими чертами лица и с пылкими черными глазами. Как бы то ни было, Айнка сильно отстала в физическом развитии. Она старится и блекнет раньше мужчины. Быть может, это следует переписать тому, что во время вековых скитаний народа львиная доля лишений, тяжкого труда и слез выпала женщине. Айна никогда не умываются, ложатся спать, не раздеваясь. Почти все, писавшие об Айна, отзывались об их нравах с самой хорошей стороны. Общий голос таков, что это народ кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, сообщительный, вежливый, уважающий собственность, на охоте смелый и, по выражению доктора Роллена, спутника Лаперуза, даже интеллигентный. Бескорыстие, откровенность, вера в дружбу и щедрость составляют их обычные качества. Они правдивы и не терпят обманов. Крузенштерн пришел от них в совершенный восторг, перечислив их прекрасные душевные качества он заключает «Такие подлинно редкие качества, кои мы обязаны они невозвышенному образованию, но одной только природе, возбудили во мне то чувствование, что я народ сей почитаю лучшим из всех прочих, которые до ныне мне известны». Вот эти качества. «При посещении нашим одного айнского жилища на берегу залива Румянцево приметил я в семействе оного, состоявшем из десяти человек, счастливейшее согласие или, почти, можно сказать, совершенное между со-членами его равенство. Находившись несколько часов в оном, не могли мы никак узнать главы семейства. Старейшие не изъявляли против молодых никаких знаков повелительства. При отделении их подарками не показал никто ни малейшего вида неудовольствия, что ему досталось меньше, нежели другому. На перерыв оказывали они нам всякого рода услуги». А Рудановский пишет «Более мирного и скромного населения, какое мы встретили в южной части Сахалина быть не может». Всякое насилие возбуждает в них отвращение и ужас. Александр Полунский рассказывает следующий печальный эпизод, почерпнутый им из архивов. Дело происходило давно, в прошлом столетии. Казацкому сотнику Черному, приводившему Курильских Айну в русское подданство, вздумалось наказать некоторых розгами. При одном виде приготовлений к наказанию Айну пришли в ужас, а когда двум женщинам стали вязать руки назад, чтобы удобнее расправиться с ними, некоторые из Айну убежали на неприступный утес, а один Айн с двадцатью женщинами и детьми ушел на Байдаре в море. Не успевших убежать женщин высекли, а мужчин шесть человек взяли с собой на Байдары, а чтобы воспрепятствовать побегу, им связали руки назад, но так немилостиво, что один из них умер. Когда его распухшего и как будто с обваренными руками бросили с камнем в море, Черный в наседание прочим его товарищам проговорил «У нас по-русски так водится!» В заключение несколько слов об японцах, играющих такую видную роль в истории Южного Сахалина. Известно, что Южная треть Сахалина принадлежит безусловно России лишь с 1875 года, раньше же ее относили к японским владениям. В руководстве к практической навигации и мореходной астрономии князя Голицына 1854 года, в книге, которую моряки пользуются до сегодня, к Японии отнесен даже Северный Сахалин с мысами Марии и Елизаветы. Многие, в том числе Невельской, сомневались, что Южный Сахалин принадлежит Японии, да и сами японцы, по-видимому, не были уверены в этом до тех пор, пока русские странным поведением не внушили им, что Южный Сахалин в самом деле японская земля. Впервые японцы появились на юге Сахалина лишь в начале этого столетия, но не раньше. В 1853 году Николай Вильгельмович Буссе записал свой разговор со стариками Айну, которые помнили время независимости своей и говорили «Сахалин земля Айнов». Японской земли на Сахалине нет. В 1806 году, в год подвигов Хвостова, на берегу Анивы было только одно японское селение, и постройки в нем все были из новых досок, так что было очевидно, что японцы поселились тут очень недавно. Крузенштерн был в Аниве в апреле, когда шла сельдь, и от необычайного множества рыбы, китов и тюленей вода, казалось, кипела. Между тем, сетей и неводов у японцев не было, и они черпали рыбу ведрами, и значит, о богатых рыбных ловлях, которые были поставлены на такую широкую ногу впоследствии, тогда и помину не было. По всей вероятности, эти первые японские колонисты были беглые преступники, или же выбавшие на чужой земле и за это изгнанные из Отечества. В начале же этого столетия впервые обратила внимание на Сахалин и наша дипломатия. Посол Рязанов, уполномоченный заключить торговый союз с Японией, должен был также еще приобрести остров Сахалин, независимый ни от китайцев, ни от японцев. Вел он себя крайне бестактно. В рассуждении нетерпимости японцами христианской веры он запретил экипажу креститься и приказал отобрать у всех без изъятия кресты, образа, молитвенники и все, что только изображает христианство и имеет на себе крестное знамение. Если верить Крузенштерну, то Рязанову на аудиенции было отказано даже в стуле, не позволили ему иметь при себе шпагу и в рассуждении нетерпимости он был даже без обуви. И это посол русский вельможа. Кажется, трудно меньше проявить достоинства. Потерпевший полное фиаско, Рязанов захотел мстить японцам. Он приказал морскому офицеру Хвостову попугать сахалинских японцев и приказ этот был отдан не совсем в обычном порядке, как-то криво, в запечатанном конверте, с непременным условием вскрыть и прочитать лишь по прибытии на место. Хвостов разгромил на берегу анивы японские дома и сараи и наградил одного айнского старшину серебряную медалью на Владимирской ленте. Этот разбой сильно встревожил японское правительство и заставил его быть настороже. Несколько позднее на Курильских островах был взят в плен капитан Головин и его спутники точно в военное время. Когда потом матемайский губернатор отпускал пленных, то торжественно объявил им «Все вы по причине грабительства Хвостова были взяты, а теперь от охотского начальства прислано объяснение, что грабительства Хвостова были только разбойничьи поступки. Это ясно и потому о возвращении вашим объявляю». Итак, Рязанов и Хвостов первые признали, что Южный Сахалин принадлежит японцам. Но японцы не заняли своих новых владений, а лишь послали землемера Мамия Ринзо исследовать, что это за остров. Вообще, во всей этой сахалинской истории японцы, люди ловкие, подвижные и хитрые, вели себя как-то нерешительно и вяло, что можно объяснить только тем, что у них было так же мало уверенности в своем праве, как и у русских. По-видимому, у японцев после того, как они познакомились с островом, возникла мысль о колонии, быть может, даже сельскохозяйственной, но попытки в этом направлении, если они были, могли повести только к разочарованию, так как работники из японцев, по словам инженера Лопатина, переносили с трудом или вовсе не могли выносить зимы. На Сахалин приезжали только японские промышленники, редко с женами, жили здесь, как на бивуаках, и зимовать оставалась только небольшая часть, несколько десятков, остальные же возвращались на джонках домой. Они ничего не сеяли, не держали огородов и рогатого скота, а все необходимое для жизни привозили с собой из Японии. Единственное, что привлекало их на южный Сахалин, была рыба. Она приносила им большой доход, так как ловилась в изобилии, и айно, на которых лежала вся тяжесть труда, обходились им почти даром. Доход с промыслов простирался сначала до пятидесяти, а потом до трехсот тысяч рублей ежегодно. И не мудрено поэтому, что хозяева японцы носили по семи шелковых халатов. В первое время японцы имели свои фактурии только на берегу Анивы и в Мауке, и главный их пункт находился в паде Кусун-Котан, где теперь живет японский консул. Подробности у Венюкова «Общий обзор постепенного расширения русских пределов Азии и способов обороны их. Первый участок остров Сахалин». Напечатано в военном сборнике за 1872 год номере третьим. Позднее они прорубили просеку от Анивы до Такойской долины. Тут около нынешнего Галкина Вроскова находились у них магазины. Просека не заросла до настоящего времени и называется Японской. Доходили японцы и до Тарайки, где ловили периодическую рыбу в Параная и основали селение Сиску. Сюда их доходили даже до Ныйского залива. То судно с красивой оснасткой, которую Поляков застал в 1881 году в Тро было японское. Сахалин интересовал японцев исключительно только с экономической стороны, как американцев Тюлени остров. После же того, как в 1853 году русские основали Муравьевский пост, японцы стали проявлять и политическую деятельность. Соображение, что они могут потерять хорошие доходы и даровых рабочих, заставило их внимательно следить за русскими, и они уже старались усилить свое влияние на острове в противовес русскому влиянию. Но, опять-таки, вероятно, за отсутствием уверенности в своем праве, эта борьба с русскими была нерешительно до смешного, и японцы держали себя как дети. Они ограничивались только тем, что распускали среди айно сплетни про русских и хвастали, что они перережут всех русских, и стоило русским в какой-нибудь местности основать пост как в скорости в той же местности, но только на другом берегу речки, появлялся японский пикет, и при всем своем желании показаться страшными, японцы все-таки оставались мирными и милыми людьми. Посылали русским солдатам осетров, и когда те обращались к ним за неводом, то они охотно исполняли просьбу. В 1867 году был заключен договор, по которому Сахалин стал принадлежать обоим государствам на праве общего владения. Русские и японцы признали друг за другом одинаковое право распоряжаться на острове, значит, ни те, ни другие не считали остров своим. Вероятно, по желанию японцев, чтобы порабощение айно происходило на законном основании, в договор был включен, между прочим, рискованный пункт, по которому инородцы, буди они войдут в долги, могут производить уплату их работой или какую-то другую услугой. А между тем, на Сахалине не было ни одного айно, которого японцы не считали бы своим должником. По трактату же 1875 года Сахалин окончательно вошел в состав Российской империи, а Япония получила влазнаграждение все наши Курильские острова. Невельской настойчиво признавал Сахалин русским владением по праву занятия его нашими тунгусами в 17 столетии, первоначального его описания в 1742 году и занятия южной части его в 1806 году русскими. Русскими тунгусами считал он орочей, с чем этнографы не согласны. Первоначальное описание Сахалина сделано не русскими, а голландцами. Что же касается занятия его в 1806 году, то первоначальность тут опровергается фактами. Несомненно, что право первого исследования принадлежит японцам, и японцы первые заняли Южный Сахалин. Но все-таки в своей щедрости мы, кажется, хватили через край. Можно было бы из уважения, как говорят мужики, отдать японцам 5-6 Курильских островов, ближайших к Японии, а мы отдали 22 острова, которые, если верить японцам, приносят им теперь миллион ежегодного дохода. Рядом с падью, в которой находится Корсаковский пост, есть еще падь, сохранившая свое название с того времени, когда здесь было японское селение Кусун-Котан. От японских построек не уцелело здесь ни одной. Есть, впрочем, лавочка, в которой торгует японская семья бокалейными и мелочными товарами. Я покупал тут жесткие японские груши, но это лавочка уже позднейшего происхождения. В паде на самом видном месте стоит белый дом, на котором иногда развивается флаг красный круг на белом фоне. Это японское консульство. Как-то утром, когда дул Норд-Ост, а в квартире моей было так холодно, что я окутался в одеяло, ко мне пришли с визитом японский консул господин Кузе и его секретарь господин Сугиама. Первым долгом я стал извиняться, что у меня очень холодно. О, нет, отвечали мои гости, у вас чрезвычайно тепло. И они на лицах и в тоне голоса старались показать, что у меня не только очень тепло, но даже жарко, и что моя квартира во всех отношениях рай земной. Оба они кровные японцы с монгольским типом лица среднего роста, консулу около сорока лет, бороды у него нет, усы едва заметны, сложение он плотного. Секретарь жилет на десять моложе, носит синие очки, по всем видимостям фтизик, жертва сахаринского климата. Есть еще другой секретарь, господин Судзуки, он ниже среднего роста, у него большие усы, концы которых опущены книзу, на китайский манер, глаза узкие, косые, с японской точки зрения неотразимый красавец. Как-то рассказывая про одного японского министра, господин Кузо выразился так, он красивый и мужественный, как Судзуки. Вне дома они ходят в европейском платье, говорят по-русски очень хорошо. Бывая в консульстве, я нередко заставал их за русскими и французскими книжками. Книг у них полон шкаф. Люди они европейски образованные, изысканно вежливые, деликатные и радушные. Для здешних чиновников японское консульство хороший, теплый угол, где можно забыться от тюрьмы, каторги и служебных дрязг и, стало быть, отдохнуть. Консулу служит посредником между японцами, приезжающими на промыслы, и местной администрацией. В высокоторжественные дни он и его секретари в полной парадной форме из пади Кусун-катан идут в пост к начальнику округа и поздравляют его с праздником. Господин Белый платит им тем же. Ежегодно 1 декабря он со своими сослуживцами отправляется в Кусун-катан и поздравляет там консула с днем рождения японского императора. При этом пьют шампанское. Когда консул бывает на военных судах то ему салютуют 7 раз. Случилось что при мне были получены ордена Анна и Станислав третьей степени пожалованные господам Кузе и Судзуки. Господин Белый майор Ш и секретарь полицейского управления господин Ф в мундирах торжественные отправились в Кусун-катан вручать ордена и я поехал с ними. Японцы были очень тронуты и орденами и торжественностью до которой они такие охотники подали шампанское. Господин Судзуки не скрывал своего восторга и оглядывал орден со всех сторон блестящими глазами как ребенок игрушку. На его красивом и мужественном лице я читал борьбу. Ему хотелось поскорее побежать к себе и показать орден своей молоденькой жене. Он недавно женился и в то же время вежливость требовала, чтобы он оставался с гостями. Отношения у местной администрации и японцев великолепные, какие и должны быть. Помимо взаимного угощения шампанским в торжественных случаях, обе стороны находят и другие средства для поддержания этих отношений. Привожу дословно одну из бумаг, полученных от консула. Господину начальнику Корсаковского округа, на отношения от 16 августа сего года за номером 741 мною сделано распоряжение о раздаче присланных вами для довольствия потерпевших крушения на бриге и джонке, четырех бочек соленой рыбы и пять кульков соли. Притом, я по имени он их бедных имею честь выразить вам, милостивый государь, весьма искреннюю признательность о ваших сочувствии и пожертвовании дружественной нашей соседней нации вещами, которые здесь для них столь важны. Об этом я вполне уверен, что всегда остаются в них доброй памяти. Консул Японской империи Кузе Кстати, это письмо может дать понятие о тех успехах, какие делают в короткое время молодые японские секретари при изучении русского языка. Германские офицеры, изучающие русский язык и иностранцы, занимающиеся переводом русских литературных произведений, пишут несравненно хуже. Японская вежливость неприторна и потому симпатична. И как бы много ее не было перепущено, она не вредит, по пословице масло каши не портит. Один токарь японец в Нагасаке, у которого наши моряки офицера покупали разные безделушки, из-за вежливости всегда хвалил все русское. Увидит у офицера брелок или кошелек и восхищаться. Какая замечательная вещь, какая изящная вещь. Один из офицеров только что привез из Сахалина деревянный портсигар грубой топорной работы. Ну, теперь, думает, подведу я токаря, увидим, что он теперь скажет. Но когда японцу показали портсигар, то он не потерялся. Он потряс им в воздухе и сказал с восторгом, какая прочная вещь. Кончивший обзор населенных мест Сахалина, перехожу теперь к частностям, важным и неважным. из которых в настоящее время слагается жизнь колонии. Читано по изданию полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова издание второе том шестнадцатый Санкт-Петербург издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 год Санкт-Петербург 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 Санкт-Петербург